Продолжаем читать симфонию по трудам Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Трудно, очень трудно делать современному человеку выбор между долгом совести и современными соблазнами. В церкви мы тяготимся часовой службой, считая ее слишком продолжительной, а перед экраном телевизора даже не замечаем времени и надолго сохраняем полученные от развлечений впечатления. В храме же часто имеющие очи ничего не видят, имеющие слух ничего не слышат и выходят из церкви, ничего не сохраняя ни в памяти, ни в сердце. Мирская рассеянность и привычка к плотским чувственным занятиям и есть причина невнимания к своему духовному состоянию, забвения о цели жизни и своих христианских обязанностях в ней. Но горе нам при таком духовном состоянии. Многие исповедуют Бога только устами, а сердцем и делами отвергают Его спасительное всемогущество. Это и есть причина оскудения чудодейственной веры в наше время. Мы, погруженные в житейские земные интересы, мало замечаем примеров действия веры в себе и других. Гордость ума и самомнение подавляют в нас способ духовного восприятия жизни. Многие верят только в силу своего ума и силу человеческой мудрости. Ослепленные тьмой суетливых хлопот люди не замечают ни в себе, ни в других знамения чудодейственной веры, не видят лучей солнца правды, дел христовых. В наши дни многие, увлекаясь жизнью плотской, всем существам своим предаются заботе о земных приобретениях, об удовлетворении чувственных прихотей. Плод угодья ставят превыше всего, забывая о небесном, будто не будет и конца такой преступной земной жизни. Семидесятилетняя безбожия в России зарастила множество поколений духовных слепцов. И если родители еще имели некоторые понятия о вере своих отцов, но не сохранили веру в своей жизни, то детей, рожденных от слепых родителей, не ошибемся, назвав слепорожденными. Сейчас мало кто и из пожилых-то людей, не говорю уж о молодежи, задается вопросом о жизни в вечности. А ведь именно этот вопрос становится для живущих тем ориентиром, который выстраивает жизненную стезию от юности до старости, до перехода в жизнь вечную. Каждому из нас вручен Господом свой сад, свой виноградник, плоды которого получают тоже благожданное воздаяние. Есть ли в нашем винограднике Бог, есть ли в нем делание по Богу, будет ли нам что принести Господу, сказав Ему, вот твоя твоих Господи. В наше время слово «любовь» перестало быть делом любви, и беззаконие в мире возрастает, и ширится, и пророчество Господнее за умножение беззакония, а скудеет любовь очень уж близко к исполнению. Не видим ли мы теперь, как растет и ширится в мире зло? В семье, в обществе повсеместная брань, и готовится этот костер, который охватит всю землю. А мы-то потихоньку подкладываем туда вязанки своих грехов, своего маловерия, своей забывчивости заповеди Божьей о любви. И по слову Евангелия, из-за умножения беззакония иссякает любовь. Все меньше и меньше слышащих, все меньше исполняющих, и мир скользит по зыбкому распутью, конечной своей погибели. Теперь, когда объявлена во всем мире вожделенная свобода, вся наша жизнь показывает, что дана одна единственная свобода. Свобода творить зло, свобода лить кровь, свобода красть, свобода тайна и явно убивать души. Мы с вами, пожалуй, даже не задали бы Господу вопрос, кто же ближний наш. Ибо теперь почти повсеместно и откровенно все для нас стали дальними. Даже кровные родные, даже родители и те отстранены непомерно разросшимся нашим Я. У нас одна забота побольше скопить, чтобы послаще поесть. И еда съедает человека, и питье не просто веселит сердце, но утопает человек в нем, забывая ближних и даже себя самого. И бессмертная душа раз и захлебнулась, и опилась Русь-матушка вином, и залилась горем и слезами, и окрадена умом, ибо Бог забыт, и чрево стало Богом. Ужасающее пустословие, клевета, лукавство, ложь, фальшивость, себялюбие, беззаконие сожительство, уживается в совести многих с воздыханиями, плачем и принятием святых тайн. И мнит человек, что он с Богом. Но нет, зря мнит. Это не есть христианство, это циничное истрепление его. У всех живущих теперь на земле есть предощущение грядущей на мир катастрофы. Но человечество, томимое тяжелым предчувствием, не хочет даже остановиться, задуматься, понять, что же с ним сейчас происходит. Дьявольские силы поработили ум и сердце живущих грехом. И он согнул и исказил человека настолько, что тот перестал видеть Бога. Не может выпрямиться, чтобы ум его осеял свет, божественной истины, и тьма исчезла. Господь зовет нас, пожилых людей, сединой нашей головы, дряхлостью нашего тела, близостью смерти. Но все мы предпочитаем цепляться за земные и временные интересы и привязанности. Упрямо не идем, не откликаемся на зов Божий и отвращаемся от всего небесного и вечного. Мы же боимся встречи с Господом, которая неизбежна по переходе в мир иной по смерти. Ныне имя христианское слышится повсюду. Храмов открывается даже больше, чем есть молящихся. Но не будем спешить радоваться. Часто это только видимость благополучия. Ибо внутри уже нет духа христианского, духа любви, духа Божия, творящего, дающего жизнь. Но царит там дух века сего, дух подозрительности, злобы, раздора. Священнослужители, народ церковный, попуская себе ходить в жизни в похотях сердец своих, одновременно молясь Богу и работая греху, получают за это должное воздаяние. Бог их не слышит. А дьявол, не связанный с силой Божией, творит через обольщенных свои непотребные дела. Ныне отступление от Бога и веры распространяется по земле. Человек, отвергая добро и избирая зло, становится соучастником темной силы в борьбе против дела Божия. Созидание жизни на земле. Мы видим это совершающимся. В наше время есть и такие христиане, которые ищут источника духовного просвещения не в религии, как бы следовало, а вне ее, в тех мутных источниках, которые открывают слепотствующий, но гордый даже в своем ослеплении разум наш. Вот в чем причина бедствий наших сейчас. Мы стали слепы и глухи. Мы, ожесточенные сердцем, готовы обвинить любого и каждого, забывая, что только наш личный грех искажает именно нашу жизнь. Обратимся к нашему времени. Оно особо характеризуется отчужденностью людей, потерей сердечной связи, взаимного доверия и искреннего, доброжелательного влечения одного к другому. Даже среди членов одной и той же семьи заметно желание отъединиться, отгородиться, отгородиться перегородками, чтобы иметь свой угол. Это происходит, потому что не создана гармония у каждого члена семьи внутри себя, чтобы на основе этого внутреннего мира искать и создавать мир с близкими и со всеми другими людьми. Только когда в Иисусе Христе восстанавливается мир внутренний в человеческом сердце, тогда восстанавливается связь этого сердца со своими ближними. Любви-то совсем не осталось в мире, любовь мать, а благодарность ее дитя, вот и благодарности-то тоже нет. Повсюду царит язычество, гораздо более страшное, чем в древние времена. Старое язычество было полно веры только в ложных богов, а новое циничное неверие, нигилизм и долопоклонство самим себе. Из наставлений Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Субтитры создавал DimaTorzok